Фильмы ужасов с участием детей и подростков выглядят особенно жутко и в то же время эти фильмы становятся чрезвычайно кассовыми. Нередко именно на детских персонажах и построен основной саспенс. Вот только, несмотря на успехи фильма, зачастую дети-актеры больше нигде не запоминаются, кроме как в том самом ужастике, который и сделал их знаменитыми. Куда деются дети, которые сыграли ключевые роли в культовых и не очень фильмах ужасов? Возможно, они вырастают и меняются до неузнаваемости, но это не точно. Тем не менее, куда они пропадают из поля зрения режиссеров и зрителей после успехов в ужастиках? Сейчас узнаем про некоторых из них. Один, Линд Сихаун, Деревня проклятых, 1995. Возможно, этот фильм и не сорвал кассу, но это определенно один из лучших ужастиков про злобных детей. Во много благодаря актрисе, сыгравшей Мару предводительницу зловредных киндеров. Актерская карьера актрисы не стала особо успешной, но она периодически мелькает на экране в эпизодических ролях. Хаун реализовалась как певица и композитор. Она сама пишет музыку для фильмов, в которые ее не зовут сниматься. 2. Линда Блэр, Изгоняющий дьявола, 1973. Один из самых жутких гримов времен классических ужастиков прошлого века был у одержимой девочки Риган Макнил из классического Изгоняющего дьявола. За эту роль молодая актриса получила золотой глобус, а дальнейшая карьера обещала быть столь же успешной. Вот только, этого не случилось. За последующие работы, актриса с завидной регулярностью получала всевозможные анти-награды вроде «Золотой малины». Со временем ее карьера сошла на нет и теперь ее роли свелись к типичным камео в тематических сериалах вроде «Сверхъестественного». 3. Джодель Ферланд, Сайленд Хилл, 2006. Противоречивая, но амбициозная экранизация одноименной видеоигры в свое время вызвала шквал негодования среди поклонников оригинального сюжета. Так переиначить основную идею, это надо постараться, а затем обозвать адаптацией. Тем не менее, молодая актриса, исполнившая роль Шерон и Олессы Гелеспи, справилась на отлично. Все эти годы она не сидела без дела и активно снималась в кино и сериалах, разной степени качества. Конечно, теперь ее сложно узнать. 4. Мика Хьюз, Кладбище домашних животных, 1989 экранизации Стивена Кинга всегда вызывали ряд противоречий в стане фанатов писателя. Но с Кладбищем домашних животных все было хорошо, претензий практически не было. А в определенных кругах фильмы вовсе считается образцовым. Именно с этого фильма началась карьера молодого актера, после чего он засветился в таких сериалах, как «Милроуз Плейс» и «Беверли Хиллз 90210». Впрочем, успешной карьеры ему построить так и не удалось. 5. Ивана Бакера, Лабиринт Фавна, 2006 испанский фэнтези-ужастик за авторством Гильермо Дель Торо получил мировое признание в год выхода, ведь позиционировался как серьезная драма для всей семьи. Впрочем, фильм получился удачный по всем фронтам, в том числе и благодаря ведущей актрисе. Сегодня испанская актриса периодически снимается в голливудских блокбастерах, а также участвует в крупнобюджетных сериалах на постоянной основе. 6. Шеймус Дэви Фитцпатрик, Омин, 2006 ремейк одноименного мистического ужастика о пришествии Антихриста в лице маленького мальчика, что называется «Не взлетел». Впрочем, было любопытно взглянуть на любимую историю еще раз. Актер, сыгравший Демиена, не получил ожидаемой известности и новых кассовых ролей. Возможно, из-за тотального провала фильма. На сегодняшний день он играет второстепенные роли в малоизвестных фильмах и сериалах. 7. Луис и Лиза Барнс, Сияние, 1980. Жуткие близняшки из Кубриковской экранизации романа ужасов Стивена Кинга уже давно стали символом ужастика в конце прошлого века. Вот только куда пропали эти актрисы с экранов? Все просто, это была их первая и последняя роль на большом экране. Они отказались от актерской карьеры в пользу нормальной профессии. Получив престижное образование, одна из них стала юристом, а другая ученой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!